В пятницу 29 июня азиатская торговая сессия на фоне позитивных экономических данных Японии и в ожидании решений саммита глав ЕС прошла в восходящем ценовом движении. За короткое время бокам по евро удалось поднять курс пары на 190 пунктов. Первая половина европейской сессии под влиянием негативной статистики по рынку труда и розничным продажам Германии прошла в боковом движении. Однако с открытием американских торгов на фоне смешанной статистики по рынку труда США, а также в результате публикации решений саммита, бокам по евро вновь удалось развернуть валюту наверх. В результате курс пары обновил недельный максимум на отметке 1.2692, а завершились торги небольшим откатом на уровне 1.2660. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение коррекционного отката пары в ценовой зоне 1.2620-1.2545, а далее возобновление подъема курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.2692 и 1.2755. Азиатские торги для британского фунта прошли в восходящем ценовом движении. Драйверами подъема валюты стали данные по снижению уровня безработицы и падению потребительских цен Японии. К открытию европейской сессии курс пары обновил недельный максимум на отметке 1.5678. Однако рост дефицита платежного баланса Великобритании позволил медведям по фунту вновь развернуть ценовое движение на снижение. С открытием американской сессии быкам по фунту удалось возобновить подъем пары. Фунт доллар обновил шестидневный максимум на уровне 1.5714, вблизи которого и завершились торги. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем откат пары от его пятничного подъема ориентировочно в ценовую зону 1.5636-1.5580, а затем новый подъем валюты к целевым уровням 1.5733 и 1.5773. В экономической статистике понедельника Банк Японии опубликует отчет о деловой активности, так называемый отчет Танкан за второй квартал текущего года. Аналогичные данные по деловой активности в производственных секторах своих регионов за июнь месяц представят также США, Китай, Великобритания, Швейцария и еврозона, включая и показатели Германии, Франции и Италии. Кроме того, еврозона отчитается по уровню безработицы за май месяц, предыдущий показатель 11%. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Субтитры создавал DimaTorzok